здравствуйте друзья сегодня будет небольшое видео просто покажу значит систему которую я придумал в товарке ничего нельзя придумать то есть систему по которой я собираю стол на канале сына я показывал я сочил ноги значит дизайн стола это конечно не мой мне прислали фотографию ведь вот такой вот стол хотим чтобы он был абсолютно на круглых ногах значит я бы конечно если был дизайнер работала стола я скорее всего оставила квадратные части в том месте где царги заходят но на картинке был вот такой вот но сейчас я пока заготовка была квадратная продолбил проучены и оставил если вам видно этому видно по 10 миллиметров ну для того чтобы потом можно было саргу медсарга является шипом чтобы когда при сборке чтобы она не лопнула я сейчас когда она склеена я их срежу возьму свою японскую пилочку и отпилю внутрь я поставил косыночки по 45 градусов камеру возьму покажу и там будут шурупчики значит ну как то так стол большой тяжелый и в итоге вроде смотрится вам будет изящно за счет того что ноги не толстые круглые но все вместе в итоге тяжелая то бишь столешница это два дсп сверху у потом как планка каким звать планку планка по контуру чтобы там не выглядывало дсп и еще можно было сделать радиус и он будет значит поклеен ламелью с обеих сторон и синего ламелью полтора миллиметровой но вид у него будет как будто бы он полностью изъясен значит такое решение со столешкой я считаю абсолютно верным если склеить такой вот щит ну во первых 800 нет такого рейсмуса у нас по крайней мере чтобы он туда залез я видел рейсмуса который метр видел метр двадцать самое большое на пианинке был такой рейсмус немецкие трофейные строгали деки на рояле толщиной 5 миллиметров на всю ширину и он но работал идеально когда он делся не знаю не знаю реально не знаю значит если сделать такой щит гарантия девяносто девять процентов что обязательно его покрутит покрутит и на сто процентов порастет все склейки в итоге где-то они порастут немного зависимости конечно от качества леса и как он высушен но все равно порастет эта штука мертвая ну то бишь неживой материал дсп это неживой материал в отличие от дерева он таким останется навсегда значит единственное что может как бы если он будет на двух опорах и будет там какое-то расстояние но если будут две опоры и большая длина его может он провиснуть может но я поставлю еще перегородку по центру и плечо будет небольшое оно никуда не денется тем более что ножки будут срезаны он ляжет на царге но за такую стрельку может дать гарантию то есть а вот отдать стол сказать с ним все будет хорошо никаких проблем не будет давайте я вам покажу сейчас как я сделал косыночки обратите внимание как я его собирал да вот такими вот ваймами длиннющими очень удобно и трубные ваймы очень удобно и вот такие вот вот такие вот ехал очевидно сейчас тут наверно да вот таким вот образом я их приклеил и вкручу сюда вот шурупы и один большой по центру и я вам гарантирую жесткость это придать такой что но шататься не будет внимание надо обращать на диагонали когда вы собираете чтобы он не получился вас каким-то ромбом потому что она это будет или некрасивый стол ну вот так вот сейчас мы возьмем разберемся это дело и поспиливаем вот эти вот штуки как хорошо и когда есть вот такая вот японская пилочка потому что по-другому я даже не знаю как открыть кроме как не вручную и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, красота. Там внутри они по 45 зарезаны и смыкаются вместе. В общем, и так-то это и хлопотно отпилить вручную. Ребята, сейчас вот тот случай, когда шаблон не выкинул, и он пригодился. Вот такой вот шаблон я показывал, кто на канале, и даже без подписки, все равно, скорее всего, видел. Вот такая простая приспособа ложится вот так вот на угол. Сейчас я камеру передвину. Ложится на угол и спокойно фрезеруется. Значит, у меня тут... Давайте я сейчас фрезерую, а потом кое-что еще скажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, ребята, я получил четкий радиус. Значит, вот здесь у меня осталось, там, где вот стык под 45, у меня осталось миллиметров 12. Это хорошо. Если был бы радиус больше, допустим, вот такой бы, я бы срезал угол и вклеил сюда рейку. Ну, кусочек досочки вклеил бы, чтобы у меня слоя шли вот так вот, и переходили туда, чтобы у меня не открылось ДСП. Значит, ну, когда-нибудь будет такой стол, покажу, как это делается. А в итоге, по идее, надо было бы, да, сначала лобзиком отпилить, меньше снимал бы. Но если правильно фрезеруете, вы заметили, да, я сначала по этому слою заходил сюда, а по этому сюда. Таким образом, я не шел навстречу слою, и он не подорвался. Вот такая вот маленькая такая вот хитрость, вилличие на вооружение. Ребята, готовы? Стол увидите в других видео. Кому интересно, так смотрите и подписывайтесь, оставайтесь на канале. Видео стали выходить реже, потому что реально много работы. И такое, знаете, как говорят, все кипит и все сырое. То есть, все делается, делается одновременно 4 заказа. Сегодня суббота, я все равно работаю, и завтра, скорее всего, тоже буду работать. Ну, как бы, долгое время не было работы, сейчас появилось, хватаюсь за все. И стараюсь никого не подвести. В общем так, давайте, ребятки, будем прощаться. Постараюсь видео выпускать почаще. А вы подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, кому как. Ну все, всем пока, увидимся.